Новый день. Сегодня мы отправились к новым маршрутам в парк, чтобы посетить грибы. И вот неожиданная находка. Скульптура кот. Кот расслабленный, как и все жители и посетители Кисловодска. Натуральная стена и к ней добавлен камень. Фонтанчики. На лавочке. На другой стороне дороги сидит курортница. Здесь тоже девица. Пахнет сероводородом. Фонтанчик непитьевой. И девица. Лев плюется какой-то водой душистой. Кисловодск готовится к празднику День России. Остановили сцену на проспекте Ленина. Палатки устанавливают. Но нас уже 12 числа здесь не будет. Мы переедем в Пятигорск. У каждой народности своя палатка. Там была карачаевская культура, тут дагестанская. Дальше осетинское общество. Задумчивый хулиганский песик. Что-то такое неприличное делает. Подписание рестрикта Александром Первым. Можно сесть на стол и поучаствовать в историческом событии. Абазинская культура. Самовар с сушками. Я тоже хочу. Павильон еврейской культуры. Напротив исторического здания. Раньше это была дача-усадьба Волчиридзе. А теперь это дача Брынцалова. А рядом памятник скульптуры Кшесинской. Изящная такая. Очень нравится ландшафтный дизайн в Кисловодске. Здесь вот ивы. Таким образом его скручивают в Турции. Я видела в Стамбуле подобные. Много очень цветов, пустарников цветущих. Красиво. И сочетание камней с растениями. Со вкусом все очень сделано. Павильон армянской культуры. Здесь встречаются балконы и перила красивого очень литья. Возможно, это пятигорское литье. И есть целые киоски. Пятигорское литье. Красиво. Я раньше поражалась обилию чугунного литья в Казани. В центре города. Тут тоже есть. Вот как раз павильон. Выставка продажи изделий Пятигорской сувенирной фабрики. Пятигорская бронза. Художественное литье. Ручной работы. Интересные вещи. Стоит, конечно, недешево. Но в качестве сувенира можно приобрести. Интересно. Полушка за грибушка. И мышки. Талисманчики в кошельке. Исинтуки-4 мы нашли только здесь. В других бюветах. Его не наливают. Открытый бювет на проспекте Ленина. Здесь он всегда работает. И наливают три воды. Исинтуки-4, Нарзан и Славяновская. Можно подойти в любое время. А остальные бюветы работают по расписанию. Идем. Ищем лестницу Леонидова. Дошли от одного из самых старых санаториев. Санаторий имени Кирова. Такое помпезное такое здание. А рядом парковая скульптура. С геоглифами. Барашки. Тут тоже мучают птичек. Вчера на входе в парк был белый павлин. И вот тут опять белый павлин сидит. И похоже, гриф. За фотографирование берут деньги. Поэтому близко не подхожу. Еще один санаторий из старых. Санаторий имени Орженикидзе. На скалистом уступе. У них на огороженной территории целых три грота. Раз, два, три. Красиво вместе. Традиционный орел на уступе. Очередная елка великан. Необхватная. Древняя. В Удмуртии такие деревья, обычно сакральные, им поклоняются. Народная тропа ведет в парк. Здесь на территории санатория какая-то лестница. Девочки говорят, что это памятник Орженикидзе. Может быть, это и есть лестница Леонидова, потому что не похоже, что где-то дальше будет лестница. Сверились с картой. Действительно, памятник Орженикидзе о лестнице Леонидова. Но подняться на нее не удастся, потому что территория огорожена. А теперь мы пошли уже в парк. Все покрыто мхом. Такая интересная тропинка по сказочному лесу. Ну и как же без здесь был Вася? Никак. Да, Вася умер, а надпись осталась. Удивительно, как жизнь превозмогает трудности. Огромное дерево вросло в скалу. Находчивые люди берут деньги за вход в провал. Фото с камнем. Прилетело. 50 рублей. Красивое место. Сойка попрошайничает. И лавочка. Сойка. Сойка. А тут у него есть прямо к долине Рос. Поэтому есть смысл брать путевку именно сюда. За разговорами приближаемся к вершине горы. Вроде Красное Солнышко называется. Тут сходятся теренкорные тропинки и автодорога, по которой электрокары возят людей сюда. Высота над уровнем моря 1035 метров. Красивые аллеи. Да, корни вытоптанные толпами туристов. Красиво. Вдоль всей дороги насажен декоративный кустарник. У нас такие есть, похожие. Да. И здесь сосны более коренастые, низкорослые, в отличие от тех, которые растут на среднем уровне парка. И вот мы уже вышли на гору. Дымка на горизонте не дает разглядеть Эльбрус. Но вид захватывающий, воображение. Кажется, что там где-то за горизонтом еще что-то интересное есть. Похоже на персик. Ягодки мохнатые. Прекрасная видовая точка. Сюда есть смысл подняться. И похоже сюда возит электромобильчик. Если пешком идти сложно, можно подъехать. А на вершинке находится конечная станция канатной дороги и тренировочный комплекс олимпийский. Эти камни похожи на грибы. Сегодня у нас в плане дойти до красных грибов. Мы по карте сориентировались, где они находятся. Но вот эти тоже интересные. Не такие, как на Алтае. Следы выветривания. Здесь на горе установлен памятник Лермонтову. Его взор устремлен в сторону Эльбруса. Или, как в местный гряд, Эльбруса. Сейчас я к нему подойду. Здесь на высоте уже появился чабрец. Цветет. Беседка, красное солнышко. Памятник. Судя по схеме, где-то здесь находятся синие камни. Но с дороги их не видно. Зато очень живописный лук. С разнотравьем. С цветами. Я подошла к обрыву. Возможно, что вот эти камни как раз и называются синими. Потому что на картине в музее было видно их синий окрас. Там тропа по склонную идет к верхней станции канатной дороги и к Олимпийскому комплексу. В общем, синих, отчетливо синих скал, к сожалению, мы не увидели. Там внизу есть тропа. Возможно, с нее их видно. Но как попасть на эту тропу мы не знаем. С другой стороны тоже открывается шикарный диалог. вид какой-то хищник летает даже 2 здесь видно город сосны великаны и спина лермонтова любующегося на долину нашли нижнюю тропу и вот похоже вот эти камни называются синие камни но у них есть какой-то легкий синий оттенок голубой я была у них наверху причудливые такие везде красиво случайная находка ирис под шиповником там орех растет хищник какой-то летает причем это ник не корж он у него хвост не галочкой вышли к долине роз здесь находится клумба в форме розы она зависимости от сезона меняет свой цвет мы конечно попали не тогда когда все розы цветут но все равно есть на что полюбоваться сейчас мы минуем долину роз и пойдем к красным грибам объект ландшафтного дизайна скульптура крокодила похоже рукотворная трудно сказать возможно из бетона очень популярное место у туристов все здесь делают селфи фотографии невозможно пройти мимо красоты розы чип-н-дэйл я первый раз вижу такой форму бутоны в прошлый раз эти розы еще не распустились чайно-гибридные розы паскаль из бельгии еще одна интересная форма цветка сорт софи роза роза софи великобритания роза софи плетистые розы гибрид розы кордеса сорт квадро канада очень интересные чайно-гибридная роза называется мир выведена во франции в сорок пятом году цветок огромный просто больше моего кулака роза она удивительная краска английские розы абрахем дерби шли-шли и набрели на динозавра люди расслабленно отдыхают валяются на полянке а мы пошли искать каменные грибы вот указатель на камен на красные грибы скальное образование станция электрокаров пойдем грибам ведет аллея каштанов с одной стороны каштаны с другой стороны пюрамидальные туи наверное внезапно за поворотом нам открылись грибы красные грибы каменные тяга к прекрасному заставляет преодолевать заросли бащевика трава по грудь вот идем к грибам дошли нашли третий день мы к ним стремились и наконец-то вот открылись в своем первозданном великолепии причудливые такие скалы красный цвет придает железо сейчас попытаюсь на них подняться красная находка радодендрон красивое место хорошо что мы сюда пришли еще один сегарный куст традодендрон часть цветочков уже отцвели но есть на что полюбоваться и птицы поют чудесно около недействующего бассейна загадочная скульптура и еще одни красные камни уже не форме грибов просто так рядом с красными камнями тоже вот небольшой красный камень и на нем кто-то сделал морду морда то ли змеи то ли черепахи получается мы в прошлый раз прошли мимо царской площадки и не заметили ее это царская площадка клумба а там беседка белые розы туи постриженной форме шаров красные розы оранжевые и розовые а впереди беседка рядом с царской площадкой растут шикарные плакучие ели это такой сорт беренгеево царство фонтан и беседка которая была недавно восстановлена по старым чертежам наверх идет винтовая лестница можно подняться мы по карте искали сад камней и нам вчера в море в музее объяснили что сад камней это вот мужчина сам делает такие композиции на балансе выставляет камни один на другой их тут было много потоком во время сильных дождей смыло сейчас вот опять вчера я подходила было всего три штуки сегодня он уже выстроил несколько композиций вебитативное занятие найти баланс не уронить то что снизу молодец цветочные часы работают меняют даты каждый день там новая дата мы посмотрели все достопримечательности парка отмеченные на карте если активно гулять то парк можно хорошо осмотреть дня за три а дальше уже любоваться нюансами вот еще три композиции чудеса баланса и равновесия тоже наверное тот же мастер сделал но как нам сказала вчера экскурсовод в музее было камней много но все потоком снесло на вечер у нас запланировано посещение комплекса курзала будем смотреть концерт музыки из кинофильмов с итальянским дирижером пища для души северо кавказской государственная филармония имени сафонова народ подтягивается на концерт и мы идем мы в театре шла занимать место в концертном зале имени александра сфину на сцене академический симфонический археи Дирижер Музыка из кинофильма «Парк юрского периода». «Парк юрского периода» «Парк юрского периода» «Посетили прекрасный концерт. Планировали сегодня идти на дегустацию вин, но нам сообщили организаторы, что у них группа не набралась. Поэтому пойдем есть шашлык». очень вкусный шашлык рядом с колоннадой тут есть венские вахты столовая рядом шашлычная вот шашлычную рекомендую